Инициаторы референдума по отставке столичного градоначальника, советники партии социалистов, утверждают, что горожане должны выйти на референдум 19 ноября и проголосовать за отставку Дарины Киртуаке, который довёл город до катастрофы и несёт ответственность за проблемы города. С другой стороны, советники от либеральной партии, представителем которой является генпримар, утверждают, что этот плебисцит является незаконным, а социалисты занимаются популизмом. Не может быть социальных аргументов для референдума, а только политические. Если он соответствует нормам Кодекса о выборах, тогда приветствуется, но в ситуации, когда нарушается всё, что можно нарушить, тогда не может быть речи ни о каких аргументах. У граждан нет никаких оснований участвовать в этом плебисците, который является ничем иным, как прихотью социалистов, которая вредна для Республики Молдова, так как посредством дешёвого популизма они хотят получить голоса и уничтожить будущее этой страны. «В городе должно быть эффективное управление, а не борьба с Путиным, Трампом, танками. Это не они воруют и ломают тротуары. Если людям нравится и далее ходить по разбитым тротуарам и давать взятки, когда они идут в премарию для получения справки, то пусть бойкотируют референдум, но должностные лица, которые имеют огромные полномочия, но не управляют городом эффективно и допустили многочисленные нарушения, должны нести ответственность». Эксперты утверждают, что ответственность за ситуацию в городе несёт не только Генпримар, но и весь Кишинёвский муниципальный совет, в который входят представители многих политических формирований. Однако в конечном итоге решение пойти или не пойти на референдум и поддержать отставку или нет принадлежит каждому гражданину в отдельности.